Дорогой Господь Иисус Христос, мы просим, чтобы Ты благословил сегодня проповедь Слова Твоего, Господь. Чтоб каждый, Господь, кто сегодня находится на этом месте, получил именно то, что Ты посылаешь для Него, Господь. Чтоб каждый наполнился, Господь. Чтоб каждый насытился Твоим духовным хлебом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, церковь. Мы можем присаживаться и давайте воздадим славу Господу. Спасибо большое нашим левитам. За замечательное прославление, поклонение. Тема моей проповеди сегодня называется «Вперед из песней». Большинство из нас слышали это выражение. Оно в основном используется в такой игривой форме, знаете, для того, чтобы призвать нас к какому-то действию. Чтоб мы начали действовать. Я думаю, в жизни каждого из нас эта фраза звучала по отношению к нам, а также мы эту фразу направляли по отношению к кому-то, для того, чтобы, так сказать, смотивировать человека к какому-то действию. Само выражение, знаете, позаимствовано такой армейской среды, когда песня служила неким таким мотивационным способом, для того, чтобы смотивировать военных на подвиг, для того, чтобы они могли идти в бой не боясь, с дерзновением. И, соответственно, текст песен писался соответственный, да, к чему хотели человека призвать, ну, то, как бы, тем и наполняли песню. Действительно, песня оказывает влияние на человека. Ну, давайте возьмем простой пример. Если вечером включить песню «Спокойной ночи» или «Спят усталые игрушки», колыбельную, давайте скажем. Знаете, что нам захочется? Спать. Да, нам захочется спать. А помните, в те времена еще была песня, когда утром включали зарядку или гимнастику, и ты даже, когда не хочешь этого делать, подсознательно начинаешь мотылять руками. То есть песня имеет силу. Знаете, в моем подростковом возрасте песня тоже имела силу. Правда, мы слушали песню, песни из разряда «Гоп-стоп» мы подошли из-за угла, и я вам скажу, что вся моя компания, которая слушала эти песни, к большому сожалению, занималась этими нехорошими поступками, делала эти нехорошие вещи, совершала преступления. Давайте посмотрим, что Библия говорит нам о силе песни. В книге Иова, в 29 главе, с 13 стиха написаны такие слова. «Умирающий благословлял меня, и сердце вдовы наполнял я радостной песней». Слово Божье говорит, Иов говорит нам, что он, опустошенное сердце потери вдовы, наполнял радостью, благодаря или с помощью песни. То есть, состояние человека, находящегося в скорби, менялось по одной простой причине. Потому что Иов пел ей правильную песню. И песня производила то, что должна была произвести. Ее сердце наполнялось радостью. В Библии есть минимум 150 песен. Эти песни сегодня мы называем псалмами. Тексты этих песен или этих псалмов, они рассчитаны на все случаи жизни. Когда мы находимся в скорби, когда мы находимся в гонениях, когда мы находимся в проблемах, когда мы на веселе, когда у нас есть хлеб и к хлебу, и когда у нас нет ничего. В книге псалмов есть песни на все случаи жизни. И сегодня бы я хотел, чтобы мы одну из них могли прослушать. С начала войны в нашем обществе, да вообще в любом обществе, на территорию которого приходят военные действия, появилось такое понятие, как синдром отложенной жизни. Синдром отложенной жизни. Может кто-то слышал об этом или сталкивался с этим. Для многих людей 24 февраля, с началом войны, жизнь остановилась. В результате чего многие жизненные процессы, жизненно важные процессы были остановлены. То ли остановлены событиями, которые пришли в нашу жизнь, то ли остановлены нами из-за событий, которые пришли на нашу землю. Кто-то потерял работу, чье-то предприятие остановило свою деятельность, кто-то остановил учебный процесс. Я, например, до войны занимался английским языком, но когда пришла война, я был вынужден остановить этот учебный процесс, потому что просто не было времени физического заниматься в то время, в которое я занимался. Кто-то проходил курс лечения, и из-за войны многие медицинские заведения остановили свою деятельность, и люди не смогли просто продолжить этот курс. И многое-многое другое есть в нашей жизни, что остановилось. Конечно же, это плохо, это очень плохо, но гораздо хуже, когда в нашей жизни останавливаются духовно важные жизненные процессы, которые обеспечивают нашу духовную жизнь. Это гораздо хуже, чем то, о чем мы говорили, о материальных каких-то процессах. Возможно, это может быть, когда мы жили, мы освящались, мы берегли себя от греха, хранили максимально. Но когда пришла война, я знаю, что некоторые люди опустили руки и поддались греху. Кто-то яростным был молитвенником, каждый день он приходил в тайную комнату, молился, искал лица Божьего. Но когда пришла война, что-то произошло, и эти процессы остановились, а кто-то вникал в Слово Божье, изучал, искал откровений, и этот процесс тоже мог остановиться. Кто-то служил Богу, кто-то участвовал в служении, кто-то совершал свое призвание, но война тоже внесла коррективы. Кто-то вынужденно или невынужденно остановил этот процесс в своей жизни. Неважно кто, пастырь, дьякон или левит. Недавно, читая псалмы, Бог показал мне одну интересную вещь, на которую я никогда не обращал внимания. Я всегда смотрел на Давида с позиции супермена, супербожьего человека, который с легкостью преодолевает трудности, который выживает в любой среде, у него нет страха, у него все хорошо, он просто супер верующий, суперхристианин, за исключением той истории, которая с ним произошла. Ну, у нас у всех есть своя история, я вам так скажу, не только у Давида. И когда я читал псалмы, вы знаете, в один момент Бог проговорил в мое сердце. И он сказал простые два слова, Давид человек. Вы знаете, когда я это услышал, я понял, что Бог хочет, чтобы я посмотрел на Давида не с позиции силы, а с позиции человека слабого, у которого есть точно такие же слабости, как и у нас с вами, у обычных людей, живущих на этой земле. И когда я читал 56-й псалом, Бог мне показал это. А потом еще я нашел подтверждение этому в текстах Слова Божьего. Например, в книге Царств написаны такие слова. Давид говорит, я теперь еще слаб, хотя и помазан на Царство. Давид признает свою слабость, хотя он и является помазанником, он признает свою слабость. Вы знаете, я понял, как важно признавать свои слабости, как важно быть честным по отношению к самому себе в первую очередь. Потому что честность по отношению к себе позволит Богу изменить нас и сделать нас сильными. Аминь. И я хотел бы, чтобы мы прочитали несколько стихов из Псалма 56, читаю 8-й, 9-й стих. Написаны такие слова. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо, буду петь и играть. Пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Я не читал целый псалом, потому что на это у нас нет времени, но заголовок этого псалма или название этой песни называется так – «Не погуби». Другими словами, это песня о том, когда Давид находится в момент нелегких жизненных обстоятельств, когда на него охотится Саул, когда на него охотится все Саулова войско для того, чтобы его убить. Вы знаете, что-то похожее сегодня происходит и в нашей жизни. На нас охотятся, нас хотят убить. И Давид переживает вот это сильное давление долгое время в своей жизни. И в этом псалме, псалом начинается с того, что он обращается к Богу, он говорит о том, какой Бог великий, о том, какой Бог всемогущий, он продолжает это делать. Потом он начинает говорить Богу о том, как ему тяжело. Он Богу рассказывает о том, какие рядом люди, у которых зубы, как клыки, которые хотят его поглотить и тому подобное. Вы знаете, а потом в современном переводе стоит слово «пауза». И Давид начинает с этих слов. Боже, сердце мое твердо. Боже, сердце мое твердо. Вы знаете, когда я читал этот текст, у меня склалось впечатление, что Давид уговаривает себя что-то начать делать. Знаете, как? Сань, ну у тебя получится. Ну получится. Знаете, вот такое ощущение. Я смотрю и думаю, гляньте. Такое ощущение, что он раскачивается, что он хочет запустить какой-то важный процесс в своей жизни, который у него был остановлен из-за тех событий, которые сложились в его жизни. И он говорит, сердце мое твердо. Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть. А потом он с восклицанием говорит, пробудись, моя душа. Пробудись, Лира и Арфа. Я разбужу зарю. Вы знаете, когда я читал, я понял одну вещь. Давид был мужем по сердцу Бога. Он был избранным поклонником. Он был прославителем Творца. Но когда в его жизнь пришли гонения, когда в его жизни была создана большая компрессия, когда он подвергался постоянным гонениям и был вынужден спасать свою жизнь, мне кажется, что этот процесс был нарушен. Что этот процесс был приостановлен. И Давид начинает себя заставлять вернуться к тому, к чему Бог его призвал. К тому, что у него получалось лучше всего. А призван он был поклоняться Богу, писать замечательные песни, славить его. И он сам себя раскачивает, сам запускает тот процесс, который был приостановлен. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать центральную мысль всего того, о чем я сейчас говорил. Все те процессы, которые остановлены в нашей жизни, то ли это процессы духовные, то ли это процессы какие-то связанные с повседневной нашей жизнью, если они остановлены, я хочу сказать вам, кроме нас их никто не восстановит. Никто не возьмет нас, никто за уши, никто нас не притянет, никто не запустит, если мы сами не возьмем себя в руки, если мы сами не заставим себя вернуться или запустить тот процесс, который был приостановлен, особенно если это духовно важные жизненные процессы в нашей жизни, которые разрушают, или отсутствие которых разрушает нас изнутри, разрушает в первую очередь нашу душу. В нашей церкви я являюсь руководителем одного из реабилитационных центров, того, который находится в Матыжине, репцентр Вассор. Несколько лет назад мы, знаете, получили себе такое задание от нашего начальства, от старших служителей церкви, выйти на такой уровень самообеспечения. Это когда мы сможем сами себя обеспечивать и не тянуть финансы для жизни с бюджета Центральной Церкви. И я помню, как Бог, мы молились, и Бог показал нам, что нам нужно делать. И у нас в центре было хозяйство. Бог показал прямо, что нужно сделать, какие шаги для того, чтобы мы могли это развить, чтобы оно просто обеспечивало наши поточные нужды. Вы знаете, где-то через год приблизительно после этого понимания, которое Бог нам дал, после этого видения, которое Бог нам открыл, мы практически достигли этого уровня. У нас практически всегда был полный репцентр. Люди проходили реабилитацию, спасались, их жизнь менялась. Помимо этого, у нас было свое хозяйство, которое мы развили, которое, давайте скажем, закрывало недостающую часть бюджета. И таким образом, мы видели, что мы достигли определенного уровня. Знаете, и уже у нас были такие мысли, мы уже видели, как дальше шагнуть, как развивать дальше наше хозяйство для того, чтобы из такого бюджета выживания выйти в бюджет развития. И уже были определенные мысли. Но вдруг 24 февраля в нашу страну пришла война. А 27 февраля наш реабилитационный центр, или же село Матыжин, был оккупирован русскими войсками. Конечно, их так можно назвать, после того, что они там делали. И приблизительно, не приблизительно, а точно с 27 февраля до начала апреля село находилось под оккупацией. Практически невозможно было оттуда выехать, заехать. Те, кто оттуда выезжал чудом, это просто ангелы выводили этих людей. Потому что много тех, кто выезжал, они были расстреляны прямо на дорогах, в своих автомобилях. И в нашем случае было все то же самое. И вы знаете, что произошло? Произошло то, что у нас приблизительно было 50 голов скота. Мы выращивали свинину. И для того, чтобы ее кормить, а вы должны понимать, что в месяц, ой, в неделю они съедают пол камаза еды. А когда нет возможности туда приехать и уехать, ты не можешь ничем их прокормить. И нами было принято решение, что мы будем просто резать свиней. И те люди, которые остались в нашем селе, которые не имели еды, мы будем делиться с ними этим мясом, будем раздавать его по всему селу, для того, чтобы люди могли хоть что-то покушать. И мы так начали делать, люди начали приходить к нам, так как у нас есть генератор, есть скважина, мы заряжали телефоны людям, они набирали воду. Знаете, для некоторых мы стали таким местом, где люди могли как-то спасаться, таким местом, знаете, где Бог заботился об этих людях. И самое интересное, что на протяжении четырех недель нас не трогали ни военные, никто. Они проезжали мимо и ни разу не заезжали к нам в репцентр. А потом в один прекрасный момент они заехали, попугали, уехали, а на следующий день с поля, с пулемета начали расстреливать здание, начали стрелять с миномета, нанесли определенные повреждения. Людей к тому времени практически не было, потому что можно было повыходить только пешком, и они выходили. И приехали, забрали нашего служителя, Олега Бондаренко, вы многие видели ролик про него. Но по милости Божией, через два дня наши военные начали заходить в это село, вояки убежали, русские, Олег, слава Богу, остался живой. А теперь о самом главном. Это была предыстория. Вы знаете, я помню, когда я приехал туда на место и увидел все, что там происходит. Во-первых, там не было ни одного человека. Ни одного человека, спасающего свою душу. Это просто печально, когда никого нет. Когда никого нет. Когда ты занимался все время тем, чтобы наполнить это место людьми, чтобы они имели шанс на спасение, сегодня этого нет. Потом, когда ты заходишь в то место, где мы разводили наших животных, и ты смотришь на этих... Знаете, коты есть такие, сфинксы. Вот это такие были свиньи, только полутораметровые сфинксы. Аж страшно. Что это за животные такие? Ты не можешь их разгадать. Кто это? Что это? Аж жить не хочется. Мы скоро будем молиться, кто может выходить за клавиши. И когда ты это все увидел, когда я это все увидел, я уехал домой. И дней десять я не мог туда вернуться. У меня все опустилось. У меня просто все опустилось. То, во что ты вкладывал. То, во что ты на каком-то этапе жизни положил свою жизнь, положил свое время, положил свои усилия. То, чем ты горел, оно сегодня разрушено. И я помню, как... Когда я уехал оттуда, мне не давала покоя эта мысль. А что, все сначала начинать? А у меня разве получится? Да не, не получится, кто-то шептал. А где брать ресурсы? А где это все брать? Как это все начинать вообще? Вы знаете, я находился в такой депрессии, вам не передать. А один раз я встал утром перед молитвой. Я вспомнил, что это дело Божье, которое доверил мне Бог. А если Бог доверил, ну, если Он это допустил, то, скорее всего, Он как-то из этого же выведет. А не знал, как. Вот, ну, ты не видишь. Знаете, хочется увидеть. Бог, покажи. И я тогда точно как бы вот... Я вам скажу, очень долго хотелось опустить руки. Единственное, бывал такой момент, я говорю, слава Господу, что вот какие-то даже мирские принципы Он использует. Я не мог себе представить, как я приду к пастырю и скажу, я как бы сдаюсь. Ну, как-то не по-пацански, простите. Ну, не по-пацански. Понимаете? И где-то оно вот меня крутило. И один раз я встал утром и говорю, Господь, я иду дальше. Я иду. Будем делать, будем собирать. Да как будет, так будет. Ну, приложим все усилия. Ведь это ж твое дело, это не мое дело. Значит, ты его обеспечишь. Значит, ты что-то сделаешь. Хотя никаких предпосылок. Ну, знаете, ну, ты ничего не видишь, как это сделать практически. И когда я принял решение, прошло немножечко времени, и у нас была нарада. А нам для того, чтобы возить корм, нужен автомобиль. Большой автомобиль. Потому что наш разбили, прям минометом попала мина в кузов автомобиля. И я понимал, что хотя бы с этого надо начать, потому что если нанимать транспорт, это вообще, ну, невозможно. И мы заявили эту нужду. И вы знаете, что я увидел? Что ровно через пять минут на эту нужду были деньги. Причем с разных источников. Но ты видишь, что это сделал Бог. Бог благословил нас с замечательным, шикарным автомобилем. Были пожертвования с разных источников. Спасибо всем, кто жертвовал. И вот тогда я увидел самое главное. В Библии написано, что я есть начало и конец. Я есть начало и конец. Бог с нами с начала и до самого конца. Но мне по-человечески хочется увидеть Бога до начала. А Бог говорит, а я стою за линией старта. А все, что тебе нужно сделать, встать, в конце концов, напрячься и переступить эту линию. Потому что я тебя жду за ней для того, чтобы тебя довести до конца. Нам нужно просто встать, переступить, даже если мы ничего не видим, даже если нет на это никаких предпосылок. Но когда мы ступим за эту линию старта, мы увидим нашего Бога, который возьмет нас за руку и обязательно доведет нас до финиша. Давайте встанем на наши ноги, дорогие братья и сестры. Я хочу сегодня обратиться к тем, кто, возможно, потерял что-то. У кого остановились жизненно важные процессы в жизни. Может, сегодня твой бизнес остановился. Возьми себя в руки и заставь начать. Может, сегодня остановилась твоя духовная жизнь. Ты перестал молиться, ты перестал читать Библию, ты перестал служить Богу. Заставь себя это сделать. И когда ты сделаешь шаг навстречу Бога, ты увидишь Его. Он тебя ждет за линией старта, чтобы тебя благословить. Может, сегодня есть какие-то другие сферы в твоей жизни, о которых я не знаю. Но эти процессы остановлены. Запусти их. Сделай первый шаг, даже если ты ничего не видишь. И за линией старта. Ты увидишь Иисуса Христа, ожидающего тебя, который поведет тебя до финиша. Давайте совершим молитву. Дорогой Господь Иисус, я молю сегодня Тебя за каждого из нас, Господи. Я молю и прошу Тебя, чтобы Ты благословил, Господи. Чтобы Ты дал нам силы, Иисус Христос, запустить те процессы, которые были остановлены в нашей жизни. Возможно, какие-то процессы были остановлены до войны, Господь. По разным причинам. Возможно, какие-то процессы были остановлены с начала войны. Но мы их все время откладывали на потом. Мы хотели их потом начинать, потом запускать, ожидая непонятно чего. Я прошу Тебя, Иисус, благослови нас. Дай нам силы, Господь. Дай нам решительности, Господь. Сделать первый шаг навстречу Тебе. И я знаю, когда мы переступим линию старта, мы увидим Тебя. Мы увидим Тебя, ожидающего нас, для того, чтобы довести нас до финиша. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Слава нашему Богу. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Мы сейчас свершим еще одну очень важную молитву. Это молитва за спасение души. Возможно, вы сегодня пришли в первый раз на это служение. Возможно, вы не в первый раз на служение, но вы еще никогда не выходили вперед для молитвы покаяния. А возможно, вы были с Господом, но вы отступились. Вы отступили. Бог сегодня ждет вас, что вы могли опять к нему обратиться. Он хочет простить вас, очистить вас и благословить вас. Знаете, недавно у меня было такое событие. Несколько недель назад меня пригласили на свадьбу. Венчание было и свадьба в парке. Это был один из моих неверующих тогда соседей из моего двора, за которого я молилась несколько лет, благовествовала ему. Это был зависимый человек. Он был наркоманом. И много лет подряд я благовествовала ему. И этот человек спасся пять лет назад. И вот он уже пять лет с Господом. И вот у него было венчание и свадьба. И на этом венчании был его родной брат. А я ему тоже благовествовала. Он не был наркоманом никогда, но я ему тоже благовествовала. И вот этот, который был наркоманом, обратился к Богу, а второй брат нет. И я подошла к этому брату. Я говорю, я тебя поздравляю. Смотри, сегодня твой родной брат женится. Ты помнишь, каким он был? Он говорит, да, я помню. Это был ужас. Я говорю, видишь, как Бог изменил его жизнь. Посмотри, как он сейчас радостный, светлый, счастливый. Он говорит, да, Бог очень сильно изменил его жизнь. Я очень рад за моего брата. Я ему говорю, ну а ты, Ярослав, а ты когда? Я тебе сколько раз уже о Боге говорила, а ты когда к Нему обратишься? И знаете, он мне сказал такую фразу, которая меня заставила задуматься. Он говорит, а мне зачем идти? У меня все хорошо. А мне зачем идти? У меня все хорошо. И я тогда вспомнила слова одного очень мудрого, известного служителя, который сказал, что чаще всего людям мешает обратиться к Богу не их грехи, а их самоправедность. То есть с другими словами. Понятно, что падшему грешнику нужен Бог, а мне я не такой уже плохой, я нормальный. И вот это мешает человеку обратиться к Богу чаще, чем грехи. Потому что падший человек или человек, у которого проблемы, он понимает, что он нуждается в помощи. И я тогда этому Ярославу сказала, ты знаешь, друг дорогой, я тоже никогда не была наркоманкой. Я пришла мужа спасать. Но я поняла, что я в Боге нуждаюсь. Каждый человек нуждается в Боге. Потому что каждый человек в один прекрасный момент предстанет пред Богом. Каждый без исключения. И я хочу вам сейчас прочитать одно место из Библии. Это написано в Римлянам 8 глава, 2 стих. Очень важные слова. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. В этом стихе описаны два закона. Первый – это закон греха и смерти. Что такое закон греха и смерти? Как он звучит? В Библии сказано, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. И наказание за грех – смерть. Это закон. Верить человек в это, не верить человек в это, это закон, он действует вне веры человека. Наказание за грех смерти. Все люди согрешили. Но здесь описан и второй закон, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Что это за закон? Он звучит так. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господне нашим, это тоже закон. Если человек верует в Иисуса, приходит к нему каяться в своих грехах, принимает его как Господа и Спасителя, он получает прощение грехов и вечную жизнь. Это закон. Он действует для любого человека. И падшего, и интеллигентного, любого человека действует этот закон. Я хочу вам сейчас провести такую иллюстрацию, как действует закон греха и смерти и закон Духа жизни во Христе Иисусе. Вот видите, у меня есть такой платочек. Он такой очень-очень легенький, этот платочек. Смотрите, как действует закон греха и смерти. Смотрите, когда я бросаю платочек, куда он полетел, скажите? Он полетел вниз. Это не камень, заметьте, это не камень тяжелый, который просто полетел вниз, это логично. Даже такой легенький платочек, когда его бросаешь, он летит вниз. То есть это звучит закон так. Наказание за грех смерть. Или грех большой, как камень, который очевидно, что он ведет в пропасть. И даже такой легенький, как этот платочек, он тоже падает вниз. Казалось бы, такой легенький. А я вам сейчас покажу, как действует закон Духа жизни во Христе Иисусе. Это тоже закон. Скажите, есть ли спасение от закона греха и смерти? Существует ли избавление? Или как действует закон Духа жизни во Христе Иисусе? И все. Он вроде бы летел вниз. Но знаете, что произошло? Кто-то остановил его. Написано во Христе Иисусе. Дорогие друзья, во Христе Иисусе. Дорогие друзья, этот платочек, он упал бы на землю. Но кто-то его остановил. Вот так действует закон Духа жизни во Христе Иисусе. Я хочу вам сказать сейчас что-то очень важное. Закон Духа жизни во Христе Иисусе не отменяет закон греха и смерти. Он избавляет человека от этого закона. Поэтому апостол Павел сказал, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Он освобождает конкретного человека, который обращается к Иисусу Христу. Ничто другое, ни хорошие, добрые дела, ни мой идеальный характер, ни какие-то ритуалы не освобождает человека от закона греха и смерти. Только Иисус, только Иисус имеет эту способность остановить тебя, чтобы ты не пропал, чтобы ты был спасен, чтобы ты к Богу сегодня обратился. И Бог помилует тебя. Бог спасет тебя. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, сегодня Бог тебя спасет. Обратись к Нему. Скажи, Господи, прости меня, я грешник. Обратись к Нему. Я прошу, где бы вы сейчас ни находились, пройдите сюда вперед, оставьте свое место для того, чтобы покаяться и обратиться к Богу. Вы сейчас идете к Господу, обращайтесь к Нему. И закон Духа жизни во Христе Иисусе избавит тебя от законно греха и смерти. Чтобы ты не умер, чтобы ты не пропал. Бог хочет тебя спасти. Я прошу, оставьте балкон, если вы находитесь на балконе. Если вы внизу поднимаетесь, важно, чтобы вы засвидетельствовали это свое решение. Чтобы вы показали, вот я, я не хочу пропадать. Я не хочу пропадать. Может быть, вы считаете себя суперхорошим человеком, с кем вы себя сравниваете. Конечно, с падшим, если сравнивать, будешь чувствовать себя нормальной. Но знаете, все люди, без исключения, нуждаются в прощении. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Прошу, пожалуйста, приходите к Богу. Приходите к тому, кто может вас избавить. К тому, кто может вас освободить. Покайтесь перед Ним, обратитесь к Нему. Если вы считаете себя падшим человеком, Бог избавит вас от закона греха и смерти. Своим обращением к Иисусу. Только Иисус. Нету другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нас спастись. Только Иисус Христос. А если ваши грехи вам кажутся такими легкими, как этот платочек, знайте, вы все равно нуждаетесь в Иисусе Христе. Только Он может вас избавить и спасти. Только Он. Дорогие, я очень благодарна Богу, что сегодня вы можете здесь стоять перед Ним и каяться перед Ним, не перед человеком. Вам не нужно будет сейчас исповедоваться перед человеком, перечислять все грехи. Но есть одна очень важная молитва. Боже, прости меня, я грешник. Я перед Тобой каюсь. Я каюсь. Иисус, я открываю свое сердце перед Тобой. Войди в мое сердце и стань моим Господом. Вот будет ваша молитва. Скажите это от чистого сердца. Искренне. Закройте глаза, чтобы не смущаться. Я вам помогу молиться. Скажите вместе со мной. Господь Иисус, я осознаю, я грешный человек. Прости меня. Прости все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, как Господь, как Спаситель. Живи во мне. Я верю. Ты умер за меня на Колговском кресте. Понес мои грехи. Избавь меня сегодня от них. Во имя Иисуса. Я принимаю Тебя и благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Церковь, помолимся за них. Господь, мы сегодня благословляем этих людей. Это Твои дети отныне. Боже, дай им сегодня рождение свыше. Боже, пусть они теперь идут по дороге жизненно вместе с Тобою. Избавь их от всех грехов их. Избавь их от всякого рабства, Господь. Избавь их от всех зависимостей во имя Иисуса. Избавь их от проклятий во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякое зло в их жизни, которое давлело на них, которое господствовало над ними во имя Иисуса. Они отныне Божьи дети. И мы сегодня, как церковь, их благословляем. И мы просим, Господь, спаси не только их, спаси их родных и близких. Мы их сегодня благословляем, благословляем и благословляем во имя Иисуса. Дорогие, не уходите, пожалуйста. Это аплодисменты для вас. Мы радуемся за вас. И знайте, знайте, вы можете посещать любую церковь, где вам будет хорошо. Но если вы будете вместе с нами идти за Господом, будем помогать вам. Будем молиться за вас. Будем отвечать на ваши вопросы. Вам очень важно быть с Богом. Смотрите, как написано. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Важно не только принять Иисуса, пребывать в Нем, жить с Ним. Это жизнь с Иисусом. Она сегодня началась. Продолжайте ее. А мы вам будем помогать. Я прошу, буквально ненадолго, на пару минут, мы хотим с вами познакомиться. По центральному фойе, с нашими служителями. Пройдите в фойе. Ненадолго, по центральному проходу, пожалуйста, под наши аплодисменты. Да благословит вас Господь. Мы радуемся вместе с вами и за вас. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Братья и сестры, мы только что были свидетелями такого чуда. Чудо спасения жизни человека. А знаете почему? Этого человека кто-то пригласил на служение. Кто-то пригласил. Этот человек был здесь, он услышал Божье Слово. Дух Святой коснулся его, и он покаялся, обратился к Богу. А давайте мы помолимся сейчас за тех людей, наших неверующих друзей, которых мы сможем пригласить на следующее воскресное служение. Пусть они покаются. Может быть, это наши неверующие родственники. Может быть, я уже ему сто раз говорил, возьмите кого-то из ваших верующих, знакомых, пусть его пригласить на следующее служение. Давайте мы сейчас помолимся за спасение людей, которые нам дороги, и которых мы сможем пригласить на следующее служение. Дорогой Господь Иисус Христос, Боже, мы свидетели самого великого чуда. Боже, мы спасение души человеческой. И мы просим, Господь, на этой неделе, благослови нас, чтобы мы могли пригласить наших соседей, наших родных и близких, друзей, соработников. Господь, мы благослови, чтобы они спаслись в следующее воскресенье. Дай нам необходимые слова, мудрость и помазание, чтобы донести до них Евангелие. А их спаси во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь. Аминь.